Порывистый ветер прошёлся по Приднестровью в минувшие выходные. А непогода повалила деревья. Порядка сотни абонентов остались без света. О последствиях урагана далее в сюжете. Центр столицы – улица Ларионова. Здесь, у детского сада, над головами прохожих и крышами автомобилей сегодня нависла угроза. Ветка на верхушке 18-метрового тополя. Это дерево сразу в нескольких местах сломалось сильным ветром. Устранять проблему приехали целые бригады. Пилой до верхушки не достать. В ход идёт вышка. Дерево, как выяснилось, аварийное. Под спил пойдёт полностью. Центральная ветка, она сухая. То есть, естественно, видно, что дерево высыхает. Проще его убрать сейчас, дабы предотвратить на будущее то же самое. А здесь, на бульваре Гагарина, проблема посерьёзнее. Из-за сильного ветра дерево упало и повалило арку. Орудовали пилами сегодня по всему городу. Повалило в террасполе ветром ещё пять деревьев. Но здесь без ущерба. Вот поваленное дерево лежит недалеко от российского консульства. А это на Федько. А это столичный перекрёсток. Вот так ветром здесь развернуло светофор. Прошлась стихия и по другим городам и сёлам. В Бендерах и Слободея упало по одному-два дерева. В Днестровске попадали только сухие ветки. Также из-за сильного ветра в Григориопольском и Слободейском районах 82 дома остались без света. Сейчас подача света уже восстановлена, сообщили в ГУПЧС. Всего в аварийно-спасательную службу за два дня непогоды поступило 110 обращений. Алиса Плахова, Игорь Мацута, ТСВ.